В реал-тайм, конечно же, пришельцы. Помните, что было в прошлый раз? Надо было просто в пошаговом брейнсайкеров контролить с помощью роботов. Не-не-не, стоп. Во-первых, ставим всем стрельбу про прицельный, агрессивный режим, бег каждому. И вот теперь можно сейвушки сделать. Если у меня псайкеры... Нет, псайкеров у меня нету. А псайкеров я вообще всю игру найти не могу. Возможно, проблемы с альянсом мутантов у нас отношения плохие. С чего бы это брюк? Не знаю. Просто привели отлива, они какие-то... Чё-то им не нравится вечно. А здесь мы где? Ладно, давайте в коридор. Нет, наоборот, этими сюда, вперёд. От этим в коридор. Будем надеяться, что здесь немного врагов будет. Слышите? Слышите эти звуки? Они подозрительно чавкают там где-то в темноте. Поднялись наверх, обернулись. Что-нибудь видим? Ничего не видно. Спускаемся. Да, где-то спереди здесь находится. Возможно, прямо тут. На первый этаж все срочно. Третий отряд сюда тоже. Четвёртый отряд выглядывает в коридор и смотрит, что здесь можно увидеть. Ээээ, кто-то там какие-то такие совершенно нечеловеческие звуки издаёт. Это второй отряд. Второй отряд врывается в этот тесный коридорчик, чтобы увидеть там врагов и начать палить в тесном замкнутом пространстве прямо друг в друга. Там развернуться же сказано было. Или, может быть, не сказано, но вы же умные. Вы же сами догадываетесь, что нужно. Этих сюда. Первый отряд сюда. Второй двигается. Здравствуй, Андрю. Здравствуй, Андрю. Опа. Где это? Где-то сверху. А, мы могли здесь пройти, видите, дверь есть. Ну вот. Пропустили инопланетянина. А теперь отсюда его видно, что нам где-то сверху находятся. А мы же хитрые. У нас же летающие есть скафандры. Ну, не скафандры, это как они там называются. Ранцы летающие. И мы поднимаемся вверх. Эти тоже сюда заходят и тоже вверх поднимаются. Первый отряд углодывает отсюда. Второй отряд бежит сюда. Самое интересное будет происходить с четвертым и третьим отрядами. А? Куда это мы летим здесь? Так, это третий отряд. Они сюда поднимаются. Четвертый. А, они с другой стороны совершенно. Ясно. Первый готов. Тем временем первый отряд заглядывает за угол и видит... Видит... Да ничего он там не видит вообще. Слепые ребята какие-то. Возможно, это все. А, нет, здесь карта большая довольно. Вон, еще продолжение есть. Так. Бегает. Бегает супостат. Держите его. Вяжите его руки-ноги. Даже ничего больше-то и нету. Головы нету, главное. Так. Возможно, он спускается вниз. Возможно, и нет. Поэтому один должен бежать сюда. Один должен спуститься вниз. Поехали. Развернуться. Сюда зайти. И нету, смотрите, пропал просто. Совзял и... Свалил куда-то. Ну как так вообще? Что вы мне рассказываете? Он только что был здесь. Найти его. Тоже мне оперативники, службы по уничтожению планетных захватчиков, не могут найти одного единственного пришельца. Возможно, он в соседнее здание сбежал через вот такой вот выход. Или даже какой-то другой. Не знаю, вот сюда, наверное. Упс. Так. Надо его одного было отправить сюда. Раз здесь он ничего не видит. Тебя отправляем сюда в одиночку. Тут пришельцы не очень опасные. А тебя сюда. О! Я же говорил, они где-то рядом. Стреляй. Стоит спиной, ждет, когда я его пристрелю. Готов. Где-то здесь еще звуки были. Слышите? Чак-чак-чак-чак. Кто-то здесь есть. То есть, определенно кто-то есть. Возможно, здесь на самом деле. Просто я не в ту сторону бегу. Так. Третий отряд разобрался. Осталось пришельцами. А здесь... Здесь что мы сделаем? А здесь нам нужно спускаться вниз, наверное, да? Вот сюда. Давайте. Или подняться вверх. Или подняться вверх. Вариантов много слишком. Бегают люди. Что вы здесь бегаете-то? Наверное, потому что здесь пришельцев нет. Если бы здесь были пришельцы, возможно, они бы здесь не бегали. А вот сюда отправим. Третий отряд задачу выполнил, да? Значит, им можно спуститься сюда. Ну, или даже сюда куда-то. Так, четвертый отряд никого не видит. Окей. Ага. Ну, это не нужно обязательно уничтожать. Они сами могут уничтожено быть автоматически, когда мы закончим миссию. Потому что они не двигаются, особо сильно не сопротивляются. Но все равно хочет наш отряд там уничтожить их. Я, конечно, ничего против не имею, но ладно. Не будем отвлекаться. Этим отрядом нужно куда бежать. Упс. Сюда надо бежать. И вам тоже срочно подняться. Ага. Ну, вот они все где, на самом деле, заныкались-то. Кого нас ранило Маткора? Маткора, можно ступить чуть-чуть назад. Тюбера убегает. Смотрите. Мозгососы сваливают. Что с ними? Они же, наоборот, должны попытаться нас захватить. Так, третий отряд. Вперед. Мозгососов паник, походу. Второй отряд поднимается выше, на пятого этажа. Останьте здесь. Там еще есть пришельца. Я сейчас слышал. Точнее говоря, даже видел, они появлялись оттуда. Но нужно этих мозгососов поймать. Они опасны очень. Ладно, их сюда отправим. Здесь тоже кто-то есть, потому что звуки очень явно об этом свидетельствуют. Сюда нужно зайти. Ван, вперед. Четвертый отряд сюда же. Напряженный момент, потому что сейчас какой-нибудь мозгососов выпрыгнет откуда-нибудь. Где обнаружен противник? Где-то здесь? Где же? Ага, вот тут вот. Еще один мозгосос, походу. Спускаемся вниз. В определенный момент, походу, один отряд будет разбираться со всеми сразу врагами. Туда-сюда эти мозгососы бегают вообще просто. Страх потеряли всякий. Так, где у нас? А-а-а, понятно все. Так, здесь внизу обстрел идет, да? Значит, третий отряд должен встать тут вот. Где-то у дверей. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Вниз, вниз, вниз срочно. Так, четвертый отряд сюда стоять Здесь убили, что ли? Похоже, убили кого-то Второй отряд снизу же Заходим сюда Здесь где-то бегают мозгососа А вот и наш друг Остановиться, никуда не бежать Четвертый, откуда он здесь? Что он тут делает? Расстрелать О, убили Хорошо Быстрее огонь надо поставить Потому что сейчас будут определенно влупляться личинки А вот эти личинки, как они там называются? Гиперчерви, по-моему, да? Из мультичервя появляются Так, молоко обстреливают Давайте отойдем, потому что у меня, по-моему, щитов А, нет, щиты есть Но терять их все равно неохота Есть Окей Тоже неплохо Вот теперь наконец-то все создания Без сознания ли мертвы? И Крэйзи Дэн стал у нас ефрейтором Поздравляем его с получением первого звания своего Знать бы, чем он паникует В смысле, знать, чем он паникует У него, возможно, мозг находится просто в другом месте Головы-то у него, конечно, нету А мозги-то где-то там расположены Ну, как у многих Яйцо живое не нужно Мертвые не нужны Мозгососы тоже не нужны Черви, антроподы Вообще все это не нужно Самое главное, получили мы щиты По-моему, нет Там же были только разные спитеры, да? Да, там ничего интересного не было Три драмовых гранаты откуда-то у нас появились Знать бы, откуда-то Еще одно пустошайшее оружие появилось тем временем А, да, точно, точно, точно Там один антропод был Вот Именно благодаря этому Один персональный щит получили мы Сейчас мы его куда-нибудь кому-нибудь натянем Чтобы у него были щиты Полные, двойные Лайт он, например Лайт, поздравляем тебя с тем, что у тебя появились нормальные двойные щиты Чем хороши двойные щиты? Тем, что когда у вас уничтожают первый щит У вас остается второй Это очень сильно повышает выживаемость персонажей Наших бойцов, конечно же То, что смертность здесь Вот, особенности от разных взрывчатых веществ Она довольно большая Плюс еще есть разное оружие Мощное, которое одним выстрелом Может нанести тяжелые ранения критические И против этого оружия Энергетического, девастатор канонов Работают очень хорошо щиты Покажи, пожалуйста, статистику игроков Технологии Отношения с корпорациями Деньги Что они просят, говорит Волос Статистику игроков Не игроков, а точнее говоря Наших оперативников Мы посмотрим в конце этого стрима Когда я закончу стримить Я вам покажу все, что есть у кого Пока это не сильно важно Потому что еще прокачаться успеем Сейчас Нужно еще на одной миссии слетать Минимум Во-вторых Насчет того, какие организации Что хотят Всего три организации Культсириуса Хочет, чтобы Ну Чтобы мы их доили регулярно Они об этом просят Молят, говорят Приезжайте к нам в гости Ну пожалуйста Мы Псиклонов вам подарим И прочего Ну мы к ним приезжаем Обязательно псиклона забираем Продаем Получаем профит нереальный Потом Диабло Хотят чего-то несусветного Денег много А Кибервеп Не хочет ничего Они говорят Мы вообще с вами общаться не будем Идите вы Мерзкие Мерзкие Как бы это выразиться Ну в общем Мы военные преступления Совершаем регулярно Геноцид Мирных пришельцев Которые Просто приехали к нам На прогулку В шоппинг-центр Отдохнуть в разных Гостиницах И так далее А с туризмом В общем С целью туризма Прилетели А мы их уничтожаем Просто Кошмар какой-то Развязали войну С другим измерением Это фикс-ком На самом деле Развязал войну Пришельцы-то Они прилетели С благими намерениями А их в итоге Начали уничтожать Естественно Пришельцы вынуждены Отвечать как-то Тем самым Нас определенно Считают Вселенским злом Некоторые корпорации В частности Кибер-Веб И с нами Разговаривать не хотят Так Ну что Управляемся к следующему Зданию Следующее здание Было 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 ли оно Да вот Вот это здание Вот это склад Разве Разве ты не уничтожил Культ Сириуса А его нельзя Уничтожить Вообще Он неуничтожим Как и любая Другая организация Здесь к сожалению Как не уничтожай Можно здание Сравнять просто С землей Все равно не поможет Так или иначе Остается живой Организация Отстраивается Угу Мерзкие Ксенолюбы Я бы сказал А не ксенофобы Ксенолюбы Это Вот эти вот Кибервебовцы Сирийцы А мы Мы не ксенофобы Мы просто Зло вселенское Какие-то варвары Которые начали Сразу же Увидев Чрезвычайную Жизнь какую-то Не похожую на нас Тут же Открыли огонь Ну что ж Три Человека В каждом отряде Все правильно Поехали Что за серый квадрат В центре города Когда центр города Еще раз увидим Ты спроси пожалуйста Еще один вопрос Задай Вот этот Чтобы я не забыл Потому что я пока Сейчас буду миссию Выполнять совсем Про этот центр города И серый квадрат Все забуду Так Быстренько переключаем Режимы Упс Нет Туда Да Сирийцы Ксенолюбы Это что-то С чем-то Походу здесь Три этажа Как-то Так получается Да Фигово Очень фигово Что карта Будет большая Я терпеть не могу Большие карты Потому что Они очень опасные Тем более чем опасна Вот эта карта Сейчас будут С какими-то Взрывчатыми Веществами Мощными пушками То Тут начнут Проваливаться Полы Хотя в этот раз Наверное Это не сильно Проблемой будет У меня же есть В конце концов Летающие ранцы Расставляем Расставляем всех Напротив двери Чтобы сразу Посмотреть Если что-то На этих складах По бокам Первый отряд Первый отряд Находится Где у нас Туточки Да Управляем сюда Третий отряд Точно так же Здесь Четвертый отряд Ну вы сюда Побежите Давайте Здесь чисто Прекрасно Продвигаемся Вперед Тут ничего не нашли Да На звуки Какие звуки Сочные Раздаются Определенно Кто-то рядом Теперь давайте Сюда Ты Сюда Ты Сюда Ты Сюда Ты Сюда 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 Хорошая карта Сколько народу Тогда от обвала Полегло Гритвы и флейм Да Это был Один из самых Неудачных Наших заходов Очень много Баги И противников К сожалению В водах Есть очень много Эпичных моментов Когда у нас Гибнен почти Что весь отряд Когда нас Например Обходят Начинают Обстреливать Ракетами Забрасывать Бумероидами И Однако Глумится Над нами Ты видишь Что все Просто разваливается Что все Плохо Настолько Насколько Это в принципе Может быть Но сделать Ничего не можешь Вот этим Хороший Кскум Здесь бывают Такие страшные Опасные Моменты Которые добавляют Адреналину Вам тоже Поняться А вот и первый Пришелец Здорово Чувак Хочешь отведать Нашего Токсина Эх что Сколько Сколько Ж У вас Тут Так Но здесь Видимо И будет Основное Поле Битвы А снизу Снизу Что-то Ничего Нету Походу Да Смотрим Внимательно За Происходящим Тебя Немножко В сторону На шаг Плазит С упреждением Ага Так У этого В руках Брейнсекер Ланчер Она кидается Брейнсекер Подами Третий Отряд Ближе Подходит Чтобы Точность Повыше Была Упс Ух Убили И то Хорошо Слышу Еще Где-то Звук Так Вот Тебе Нужно Остановиться И Развернуться Сейчас Снизу Сюда Будут Падать Брейнсекеры Смотрим Внимательно Да ладно Ничего Не видим Все равно Карта Такая узкая Что ли Я вот вижу Что здесь У нас Уже Ничего Нет И здесь Тоже Ничего Нет Ну да То есть Получается У нее Достаточно Большая Длина Точнее Высота У них Большая У этих Складов Сами по Себе Они довольно Упс Почему Они довольно Опасные Нужно Развернуться И не Рассуждать По Вся Ерунду А банально Уничтожить Пришельцев Потому что Их Слишком Много Я вот Скорость Стрельбы Меняю В зависимости От дистанции Когда дистанция Становится Меньше Между нами Нужно Оперативнее Реагировать И скорость Повыше Поставить Будем Надеяться Что это Все Что Больше Здесь Ничего Нет Тебе Развернуться А то Вдруг Какие Брайнсайкеры Там Ага Вот Это Еще Один Труп Так Но Один Брайнсайкер Упал Куда-то Вниз Я точно Помним Вы Господа Тоже Поднимайтесь Наверх Сюда И сюда Куда-то У них Брайнсайкеры Бесконечные Нет В флейм У них Определенное Конечное Количество Зарядов Есть В этом Ланчере Это Брайнсайкер Поды Специальные Такие Коконы С брайнсайкерами Которыми Они Стреляют И их Ограничено Как Любых Других Видов Вооружения Ничего Не Видят Набрал Команду Столопов Нет Тебя Нету А Ну да Шторм Мы Оставили На Базе Но Все Переживаешь Что Его Нету Ты Все Ранее Качаешься Где-нибудь В последней Миссии Обязательно Зажжешь Спасешь Планету Так Первый Отряд Бежит Четвертый Отряд Бежит Ждем Оставшегося Брайнсайкера И его нужно будет Искать Снизу Хотя Он Возможно Уже Куда-то Убежал А Нет Ха-ха Вот Вот Это Да Так Что же Нам Делать Нужно Спуститься Сейчас Во-первых Сюда Как-то Вот Так Слушайте Ну что творите Вообще Брайнсайкера Это замочите Есть Прямо В полете Его пристрелили А там Еще Есть Поднимаются К нам Правильно Делают Куда-то Мимо Проскочил Вообще Что творится Какие Они Просто Неманерные Ты так Встречаешь С токсином В руках Кто стреляет Где Стреляет А Сверху Появился Умер Сразу Спускаемся Здесь И с другой Стороны Тоже Синхронно Вниз Сверху Сверху Так, срочно нужно расстрелять все эти яйца Потому что они мешают выйти Вообще, обычно, вот когда эти коконы лежат где-то здесь То они не считаются живыми пришельцами Ну, как живыми То есть их не обязательно уничтожать для того, чтобы миссию закончить Поэтому их можно спокойно игнорировать Но не в той ситуации, когда они просто стоят там, проход закрывают Вариант, пошли им с торма в огнем Кузбан, большой ядерной бомбой в измерении, говорит ВФЛЭМ А, ну точно, взять зонд, погрузить туда шторма и ядерную бомбу Вот как наши только не догадаются до такой элементарной вещи Самое время сказать, ну тупые Инженеры Икскома, военные аналитики, стратегии Все ведут себя крайне странно А теперь что у нас? Последний пришельц где-то заныкался, но не смешите меня Ну что же это за жизнь такая? А здесь сверху точно никого нету, да? Один отряд оставляем в центре Один бежит сюда Знаете, обследуют пока что вот этот склад Ну, не знаю даже куда-то побежать Потому что и так уже все Видишь, никого нету Возможно, кто-то на середину убежал Давайте вернемся сюда Нет, экстерминатус я еще не изучил Так, первый отряд где у нас находится Ага, вот он Долгожданный Я надеюсь, что это последний весь, правда Покажите мне эту табличку божественную На которой написано, что все Противники без сознания или мертвы Вы победили Факк е Нет, слушайте, в час бегать я уже по карте не буду Потому что банально победил Все В отличие от первой и второй части Здесь пришельцы не сидят по углам Они не занимаются тем, что ждут, когда вы их найдете Они начинают передвигаться Они начинают сами, в общем, вас искать Так что Все отлично Все мертвые А мертвые нам не нужны Мертвых можно сразу на шурму отправлять Очень хорошая же идея Шурма элитная Из инопланетных останков Можно вполне себе открывать какую-нибудь лавочку в районе И продавать шурму из инопланетян Вполне будет пользоваться популярностью, я уверен Че, мы ничего здесь не достали? Снова мы с Гасосом и достали Офигеть Из трючков даже Мозгососа не было на продаже Плюс 137 С этой миссии 137 Да что ж такое-то Какие-то цены Не цены, точнее говоря А рыбы у нас совершенно бессмысленные Получаются Вроде бы там провели военную операцию Уничтожили пришельцев А профи-то нету Кончаются у нас токсины Возможно, скоро нужно будет еще одну партию произвести Потому что токсины крайне эффективны И нам нужно их как можно больше Чтобы они у нас не заканчивались Иначе прочих щитов Воевать Девастаторными вот этими пушками Опустошающими оружиями Это как-то не очень Если не сказать вообще никак Окей Сеемся На город Теперь у нас осталось подождать пару дней До окончания исследований Очень вкусных исследований Во-первых, у нас будет Расщепительная броня Доступна для производства А во-вторых, у нас будет исследованный артефакт Очень хороший артефакт Во-первых, мы его выдадим всем нашим бойцам И у них появится маскирующее поле Это снизит шанс того, что по ним будут попадать Ну и, собственно, их замечать будут С гораздо меньшего расстояния То есть, их издалека видеть не будут А, вопрос от Марин Госта Да-да-да-да-да Что за серый квадрат в центре города? Серый квадрат в центре города Это та область, которую камера видит в изометрическом режиме Вот это вид карты сверху А это рамка, которая показывает, где будет находиться камера Когда тап нажмешь Нажимаешь тап И ты видишь именно вот эту местность Разрушенные дома, которые здесь Наводим, скажем, на угол города Жмем тап Вот видим мы угол этот города Я же, говорит, захавал бы розовенького Ну да Почему бы и нет? Экзотика же, в конце концов Если мясо не отравлено, не ядовито Оно не представляет угрозы для человека То почему бы не попробовать что-то такое эдакое Из пришельца А, не про это спрашивал А про серые зоны Серые зоны — это разрушенные дома Видишь, тут разные руины такие Потому что постоянно войны ведутся Это трущобы Здания довольно хлипкие Жилье ветхое, старое Оно разваливается быстро А в этих трущобах живут различные группировки Которые постоянно пытаются что-то поделить, не поделить Временами еще полиция приезжает Разрушит полквартала, уедет Ну, обычная местная жизнь Что в центре города дома разрушены Ну вот я как раз объяснил Что постоянно воюют, воюют и воюют Хорошо, что наше здание не разрушено Потому что его разрушить точно так же легко, как и все остальные Если его разрушить, то будет печаль-беда Уже такое было однажды на стриме Пришлось загружаться, потому что всю базу погребли банально под обломками Че? Ждем, ждем, когда произойдет у нас следующее событие Тем временем выгружаемся, кто у нас находится на Пикардзе Наступает суббота Две станции безопасности построены, это прекрасно Тренировочный зал завтра будет А на следующей неделе две улучшенных мастерских Если, конечно, к нам опять не прилетят с карательной миссией И не будут пытаться уничтожить эту базу Когда вторую базу разрушили, нет, загрузки не было Я новую вторую базу построил Чтобы терять первую, это равносильно проигрышу Итак Эта новая легкая броня, разработанная экскумом на основе технологий инопланетян Обеспечивает прекрасную защиту и подвижность Что мы теперь можем сделать? Мы можем ее, естественно, производить О, доспехи Ноги, торс, правая рука, левая рука, шлем Все это можно производить Брэд Тейлор и Лестер Брайан Они что, у нас не переправлены на другую базу? Не понял, вот это поворот Я же их переправлял Так, у нас есть вот здесь все то же самое Брэд Тейлор и Лестер Брайан Отсюда, сюда Персонал Лестер Брайан А, это еще кто-то там сидел у нас, да? Странно Да, все загружено У нас были две еще личности, которые праздно шатались по коридорам Думали, как бы провести время, убить его до конца рабочего дня Пока все работают, они ничего не делали Проедали зарплату Теперь они будут проедать зарплату на другой базе Еще пять дней, как минимум Сейчас я отойду, секунду Стоп, шторм, что значит? Не тех переправил, я тех переправил Там еще двое были Вот и все Все, я на месте Продолжаем наши Совершенно Анти Пришельческие действия Как бы это выразиться-то правильно Да Мы поступаем крайне негуманно Жестоко по отношению к ним Вырезаем их Мучаем У нас здесь все перезаряжено Да Ракет не хватает Типа пророк, по-моему, да? Нужно вернуть назад просто Так, сейчас переправим всех Вас Посмотрите, здесь просто же можно Отлично Отправляем всех в угол Ну как в угол карты, конечно же Потому что в этом углу карты находится здание На котором есть взлетные площадки Для огромнейшего количества транспорта Можем одновременно Любое количество наших Почти что любое, конечно Скажем так Достаточно большое количество кораблей Поднять в воздух разом Это находится прямо под вратами Просто супер Сейчас у нас перезаряется Фуржитив на базе быстро Да, машина перевооружена Теперь можно его туда же отправить Поехали Привет, Хамазулен Кстати, никто не знает Как можно вот этих вот инженеров переправить У нас есть три инженера Которые находятся все еще на месте старой базы Их невозможно переправить Хоть они и есть в списке Когда их увольняешь Они просто исчезают с рынка труда То есть нанять их назад невозможно становится Меня это очень расстраивает Потому что я хочу их переправить Как нормальную нашу вторую базу новую Чтобы здесь уже были инженеры К началу работы собственно этой базы Но пока этого сделать не могу Вот никак Новые ракеты Фуржитива Планетных ракет у нас не будет Вместо этих ракет Фуржитив со временем Уйдет в списание И возможно ты как пилот Пересядешь просто на новую технику На новый какой-нибудь построенный реталиатор Кстати, мы его можем строить или нет? Мы же исследовали что-то такое Насколько я помню Вот, каратель Да, у нас доступен каратель для производства Он всего 35 тысяч стоит То есть мы можем произвести Вполне спокойно этих карателей Даже, наверное, три штуки По цене одного ястреба Правда, количество часов Требуемого на его производство Очень большое Но с другой стороны Это очень-очень крутое средство Уничтожения пришельцев У него есть три орудия И в эти три орудия Можно как раз заправить Наши лазерные пушки И вот он будет карать Потому что он каратель Как бы это очевидно же, правда У него 16 ячеек под оборудование Туда можно напихать и щитов И всего-всего-всего Ну, крутой Что ни говорите Да, и вот этих трех карателей Можно направить в измерение В щеджую И там просто Уничтожить все, что есть За раз выпилить все тарелки А дальше начинается скука Типичная в XCOM под конец Здесь, когда у вас уже Самый конец игры Вы будете делать что? Выполнять нудные миссии По уничтожению Определенных зданий пришельцев Ну, судим Утренировочный зал закончен Может сюда бойцов нанять Парочку Да, вот хорошая идея Ученых на Шорму Нет, ну, возможно У них депрессия Начинается они На протяжении нескольких недель Сидят, пьют Не могут выйти из дома Потому что их оттуда выперли Прямо из нашей организации И теперь работу найти Почти что невозможно В общем, в таком состоянии Они долго-долго сидят И не могут решиться Заново пойти на биржу труда Потому что жизнь Отстой Даже из XCOM выперли А вы знаете, что XCOM Это самая нежеланная работа Сюда не идет никто Почти что Потому что на работе на этой Огромная смертность Постоянно приходится иметь дело С крайне опасными Инопланетными формами жизни И прочей фигней То есть самые отчаянные люди Походу идут сюда работать Я как-то уже даже выдвигал теорию Что возможно Из далекой Сибири Русских в шапках Агентов сюда засылают наших Но Не важно Что происходит Когда исследования будут закончить Ай, я забыл поставить на исследование Другую штуку Так Что исследовать будем? Ракетный оружие Инопланетян Мины Бомбы Наверное, ракеты Я их продать хочу Хотя можно вот эти бомбы продать Давайте с бомб начнем Забыл совсем поставить на изучение После того, как посмотрел В энциклопедии Информацию о том Что себе представляет Этот вид оружия Итак Текущая прибыль 148 тысяч Сенат доволен Деятельностью Икскума И повышает финансирование На 18,5 тысяч Прибыль на следующую неделю 166,5 кусков Охренеть После того, как мы выплачиваем Определенные расходы По счетам платим 53 тысячи У нас остается 134 тысячи Почти что денег на руках Это супер Это прекрасно Самое главное Чтобы теперь у нас еще появились Наконец-то Вот эти мастерские Мы начали Мы начали в них производить Производить корабли-реталиаторы Ну или хотя бы Биотранспортный модуль Для начала нужно произвести Потому что Он довольно дорог Его можно продать Но С другой стороны Первый Я продавать не буду Правильно? Все, произведу первый модуль Заменю им Вот этого вот Пикарда Потому что Пикарда нам будет уже не нужен В биотранспортный модуль Гораздо больше бойцов помещается Можно будет низком давить всех Такой вот хитрый план у меня На этот биотранспортный модуль Пока у нас еще Не изведано Чужое измерение Мы отправим сначала Вот эти врата Потому что есть задача у нас Направиться в врата И Устроить разведку В другом измерении Чтобы продать что-то ненужное Нужно произвести Что-то ненужное Да, ксел именно так Но биотранспортный модуль В том-то и фишка Что он нужен Ладно Нанимем сейчас парочку Наверное Новых инженеров Посмотрим Есть ли они у нас На рынке труда Оп Не та кнопочка Ох, сколько Прекрасно Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь, восемь, девять, десять Одиннадцать Одиннадцать инженеров У нас уже есть Это просто супер Физиков на девяносто восемь Я возьму Вот этого физика Биохимики Меня не интересует вообще От слова совсем Если у нас есть Какие-то псионики А, у нас их нету Вот такие вот пироги Можно сюда пару бойцов нанять Просто для того Чтобы было кому защищать базу В случае штурма Дружишь ли ты с транселяром Да, я дружу с ним Да, такси возит моих людей Все так Привет, Ксел Пикард на зону В честь одного из Зрителей У которого Ник, видимо, взят В честь Жан-Люк Да, Пикарда Набираем одного агента Второго агента И третьего агента Троих пока что заселим сюда Сейчас переправим туда Немножко оборудования Ну, там разные Пушки Медкомплекты Броньку Кстати Помните, я говорил про то, что буду возрождать Тех, кто у нас уже погиб Кто у нас уже играл Вот из тех, кто уже играл Кто хочет Заново возродиться В качестве защитника второй базы Базы вот этой Пишите свои ники По-русски Как вас записать Я попытаюсь вспомнить Собственно Действительно ли вы с нами были Или нет Ксел Ксел, подожди А ты, по-моему Не было тебе ли был Что-то я не припоминаю Чтобы Ксел был с нами Или я его Настолько быстро слил Что уже не запомнил Напишите, пожалуйста Ксел с нами был Нет В стримах предыдущих Кто помнит В Афлейм Да, В Афлейм был Точно В Афлейм, по-моему Давайте посмотрим Сейчас иконочку Был, был, был Ксел, был Ксел В Афлейм Прекрасно Да, Анифилим уже Начинает троллить Ксел был довольно долго А у нас такая текучка кадров Что начинаешь забывать К сожалению Так что Что поделаешь Так, Ксел В Афлейм Это у нас будет Ксел В Афлейм Есть ли еще У нас ветераны Которые умерли И хотят вернуться К нам Я написал Раньше В Афлейм Говорит Инфогнито А, да Я же тебя сливал Точно Точно-точно Помню Тебя как записать? Просто Инфогнито Или как-то иначе? Привет, Данила Попал А, через Э Потому что Ты написал Флайм Ладно, пока Она у нас Инфогнито Думает Я его Вот так вот и назову Самое главное Вам переправить Немножко Броньки Так И щиты Щиты Не знаю С щитами Проблемы К сожалению Потому что Щитов Нам самим Не хватает На этой базе С этой базы На то Шлем Мегапол Три штуки Наспехи Марсек Три штуки Ну, как-то так Да Наспехи будут Теперь Девастатор Кэнона А, миткиты Миткиты Надо закупить Просто новое Сошедшее орудие Три штуки Гранат Не нужны Все Не нужно Закупаемся Здесь Прямо на рынке Медкитами Вот Раз, два, три Как раз Марин гост Сейчас посмотрим По-моему Жива Окей Подтверждаем закупку Смотрим Кто у нас жив Кто у нас Не жив Да Ты жива Поздравляю Поздравляю Кстати Можно продать Легкое оружие Не знаю Правда Стоит это делать Или нет Наверное Когда у нас Появятся корабли Будет видно Сколько у них Есть слотов То тогда будем Продавать И закупать Ракета Ракета Пророк Очень мало Ракета Пророк Крайне Мало На рынке Меня это Расстраивает Не слабо Так Защита Двигателя Все это не нужно Язерное топливо Тоже наверное Не нужно Потому что Оно стоит До трясаточки Тысяч Покупаем Прекрасно А да Можно еще Глушающие гранаты Закупить Может я их Время от времени Использую Вот Почти на 3000 А из остального Особо ничего не нужно Ты купил не ракеты А ракетные установки Говорит Драконстр Да конечно Ну конечно Я купил ракеты А не ракетные установки Где они там были Вот Вот Ракета Слушайте Точно купил Ракетные установки Жесть Ага Че тварь вообще Еще хотел с таким видом Типа Да как же Ай фейл Ай фейл Вот денег нет уже Сколько видите Сразу появилось кораблей Нам Разные заказы Привозят В общем так оперативно Вот если бы В жизни Так все Оперативно бы Создавляли Представляете Вы делаете заказ Где нибудь В онлайн магазине Или на ебэе А вам привозят На протяжении Несколько секунд Просто появляется Сразу у вас там Перед окном Какой нибудь Летающий корабль И тут же Опа На заказ Прямо у вас Есть Все прибыл А теперь продавать Придется назад Потому что Я очень сильно Нафейлил Пророк Наверное Четыре оставим А тринадцать Продадим Ой Можно даже больше Конечно продать Потому что бессмысленно Там Много Достаточно У нас И так Без того Экипируем Бойцов Во-первых Кто у нас там был Ксел Что до сих пор Не прибыло Как так Ладно Подождем Сейчас прибудет Груз Обязательно Теперь Это должны Были Прийти Нам Груза Да Так Здесь Они у нас Находятся Да У нас Склады Есть На складах Должны быть У нас Товары Которые Мы закупали А вот Все на месте Да Наконец-то Ксел В флейм Инфогнита У вас Перед окном Появляются Атмосферные Крейсеры Сразу же За секунду Доставляют Вам 100 Ракет Воздух Земля Это Доставляет Конечно Вообще Без щитами Разжиться Было бы Отлично Потому что Без щитов Будет Очень опасно И очень тяжело Потому что Нападать будут В основном Разные организации У которых Ракетные Установки Есть И это Может Окончиться Площевно Не Конечно У нас там Две станции Безопасности Скорее всего Они сделают Все дело За нас Это просто Такая Как бы Небольшая Страховочка На зитро И солдат Кто-то без штанов Остался Да Он нас Инфогнита Без штанов Теперь Со штанами Ну что ж Довольно Неплохо Не считая Фейла С тем Что я закупил С ракетным Установками Которые нафиг Не должны были Сохраняемся Понедельник Уже Сколько там у нас осталось До того момента Когда будут построены Мастерские Три дня Через три дня Начнем производство кораблей Это круто Что у нас Что у нас в исследованиях Смотрим Бомба Исследуется Нужно Кого-то высадить У кого Низкий Навык 82 Подойдет Хорошо А Арман Ларой Мы Удаляем Арман Ларой Говорим тебе До свидания Арман 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 Где же ты Это же квантовая физика Тогда Все Уволили Три Здесь До свидания По слову pastor Имно Это adin Зам Исследование Добре Привет Где 거 ede